Книга «Открытым оком», тема «Болезнь», вопрос 784, второй том. «Если человек болен опасной, заразной болезнью, то надо ли его посещать?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Господь сказал просто о посещении больных. Матфея 25, 36. «Был нак, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Относительно заразных больных в Библии сказано очень четко. Не прикасаться к ним и не посещать их. Но они должны быть изгнаны за пределы города, как прокаженный Иов. Левит 13, 45. «У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть непокрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать, нечист, нечист». 4 Царство, 7 глава, 3 стих. «Четыре человека прокаженных находились при входе в ворота, и говорили они друг другу, что нам сидеть здесь, ожидая смерти». Евангелие от Луки, 17, 12. «И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали». Сегодня заразных больных держат в карантине. Когда мы в тюрьме раздаем светскую духовную литературу по камерам, то на отдельных хатах висит приклеенная бумажка. Осторожно, желтуха. И мы их обходим. И сегодня, в 21 веке, какие карантинные меры вводятся в странах Европейского Союза от крови и бешенства? Надо всегда приноравливаться к тому, что дым идет вверх, а вода течет вниз, что есть микробы, бациллы, и есть их переносчики. И если мы не будем беречься, думая, что мы верующие не обязаны соблюдать этих правил, то мы можем быть повинны смерти зараженных нами, притом умышленно. Посещать больных надо, но, быть может, не входя в палату или еще при каких-то предохранительных мерах, но никак уж не браться за больного, не целоваться с ним.